Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Норильский десант в городе Металлургов. 20 представителей северного города ознакомились с промышленным туризмом в Магнитогорске. На встречу Дню Знаний в Магнитогорске проходит череда мероприятий в честь 1 сентября. К сезону готовы. Магнитогорский Металлург провел открытую тренировку для журналистов. И сейчас об этих и других событиях более подробно. «Сплав добра и дела» под таким названием впервые в Магнитогорске состоялся муниципальный грантовый конкурс социальных проектов. Он проводился благотворительным фондом Металлург при поддержке ММК и Российского детского фонда. С 25 апреля по 8 июня принимались заявки на участие. Всего к рассмотрению было представлено 43 социальных инициативы, а общий финансовый объем конкурса составил 3 миллиона рублей. Игорь Гурьянов побывал на подведении итогов. Церемония награждения победителей состоялась в стенах общественно-политического центра. Представленные на конкурс проекта охватывали 6 грантовых номинаций. Максимальный размер гранта – 350 тысяч рублей для юридических и 150 для физических лиц. Для более объективной оценки проекта были привлечены 13 экспертов, среди которых представители комбината, администрации города, депутатского корпуса, городской и областной общественных палат. Тот самый случай, когда грантополучатель фонд Металлург сам становится грантодателем. Мы на сегодняшний день совместно с нашим основным благотворителем по ОММК выделили 3 миллиона рублей на получение грантов сторонних некоммерческих организаций. Мы, конечно, сами участвуем и в президентских грантах, и в губернаторских грантах. У нас есть свои проекты. Но мы решили все-таки развивать гражданское общество самого города Магнитогорска путем предоставления этих грантов. Успешный опыт не остался незамеченным на областном уровне. Министерство социальных отношений региона более чем пристально следит за инициативами фонда Металлург. Наиболее яркие и эффективные предлагаются к распространению. Так, заместитель министра социальных отношений Челябинской области Галина Казакова по высшему баллу оценила как в целом работу фонда, так и проведение конкурса в частности. Аналогов в области нет однозначно. И, безусловно, это инициатива, новая инициатива, которая очень нас впечатляет и вдохновляет. Почему? Потому что Металлург – фонд, который хорошо знают в качестве некоммерческой организации и в области, и в городе Магнитогорске. Он сейчас берет под опеку новые общественные организации, молодых ребят, которые этого опыта не имеют. Итоги пилотного конкурса пригодятся в повседневной работе, считают поднаторевшие в реализации социальных проектов представители ММК. В самое ближайшее время итоги будут проанализированы, чтобы избежать организационных шероховатостей. Конечно, мы посмотрим на ту работу, которую наши некоммерческие организации, физлицы, которые выиграли по своему направлению грантов. Посмотрим, что у них получится. Мы уверены, что работа будет позитивной и будет результат. Поэтому будем только эту работу активизировать в направлении финансовой подпитки. Уже решено, что в следующем году на втором конкурсе социальных проектов «Сплав добра и дела» существенно будет увеличена сумма грантов. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. 30 лет во славу первого передела ММК. Дмитрий Селезнев, заместитель начальника доминого цеха по технологии, удостоен престижного звания «Почетный металлург». На комбинате он работает с 1992 года, прошел почти все звенья трудовой цепочки и знает о производстве буквально все. Познакомилась с металлургом наша съемочная группа. Доминый цех – лицо металлургического производства. Потому насколько первый передел современен и эффективен, можно делать вывод о всем предприятии. На ММК за последние годы произошли большие перемены. Сегодня доминый цех отвечает мировым стандартам, повсеместно внедряется новое оборудование. И все ради главной задачи – обеспечивать стальной гигант чугуном. Само производство, по факту непредсказуемое, периодически, раз в полгода все равно что-то выстреливает такое, чего раньше никто никогда не видел и такого никогда не было. То есть всегда интересно, не знаешь, чего ждать. Дмитрий Селезнев на производстве как рыба в воде. Он пришел сюда в 1992 году. Был горновым, бригадиром бункерной эстакады, газовщиком, мастером, а сейчас заместитель начальника. В цехе он отвечает за технологический процесс. Пройдя все зрения производственной цепи, Дмитрий Иванович знает все процессы, как никто другой. В свою очередь, руководство преданность выбранному делу ценит. Зарплата в домином цехе всегда была хорошая. Будем так говорить, не на самом последнем месте. Одна из первых зарплат на комбинате – это раз. Во-вторых, коллектив, работа коллективная. Ну, а как бы я человек общительный, ну, по крайней мере, я так думаю. Мне это дело нравится. Ну, и коллектив, друг за дружку, все держатся, все друг другу помогают, стараются. Именно слаженная работа всего коллектива – залог эффективного производства. Благодаря самоотверженному труду ММК достигает новых рекордов. В прошлый год мы отработали с рекордным производством по чугану, с отличным расходом кокса, рекордным, опять же, за прошлый год. Мы получили минимальный расход кокса с начала основания комбината, в принципе, завода. Поэтому, я думаю, вот это заслуга, в том числе и коллектива. Ну, а в подборе коллектива, в том числе и заслуга Дмитрия Ивановича. Трудовые успехи Дмитрия Селезнева отмечались уже неоднократно. В копилке его достижений есть грамоты руководства ММК и Министерства промышленности России. Теперь к ним добавилось новое – звание почетный металлург. Приятно, что тут скрывать. Приятно. Ну, а вообще, может быть, повторюсь еще раз. По сути, награда коллективная, работа коллектива. Как ты будешь с коллективом, так и к тебе. Вот и все. Павел Бресенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Норильский десант в городе Металлургов. Помимо ознакомительного путешествия, 20 представителей разных предприятий северного города в рамках программы повышения квалификации, экскурсовод промышленного туризма, посетили Магнитогорск, чтобы ознакомиться с промышленным туризмом, который на высоком уровне представлен на ММК, и перенести полученный опыт на свои предприятия. Подробнее в материале Дины Наумовой. Представители администрации Норильска, краеведы, работники 12 предприятий северного города в сфере металлургии, горного дела, мясоперерабатывающей промышленности, молокозавода, агрокомплекса посетили Магнитогорск с острым интересом. Своими глазами увидеть, как работает промтуризм в сердце города Металлургов на ПАО ММК. Здесь очень ясные регламенты по согласованию посещения групп, очень оточенная система подготовки экскурсоводов, и, конечно, нам бы хотелось этот опыт изучить и перенять максимально на свою территорию. Сейчас мы разрабатываем концепцию развития промышленного туризма в городе Норильске. В течение четырех дней программы делегация из Норильска пройдет два экскурсионных маршрута по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посетит предприятие пищевой промышленности, в Златоусте побывает в вооруженной Слободе, и это далеко не все. Далее мы перемещаемся в Челябинск и смотрим предприятие Челябинский трубопрокатный завод с его знаменитой высотой 239 и белой металлургией, и посетим агрофирму «Ориант», посмотрим пищевую промышленность, которая тоже в Челябинской области заходит в развитие промышленного туризма. На ПАО ММК представлено семь маршрутов для посетителей разных возрастов. В 2019-м два из них удостоились золотой и серебряный наград в рамках Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Годом позднее в пандемию виртуальной экскурсии ПАО ММК взяли бронзу на престижном конкурсе. В 2022-м ММК признан лучшей площадкой для обмена опытом агентством стратегических инициатив. Первый день гостей из Норильска провели по одному из самых зрелищных маршрутов – украшение огня. Они посетили стан 5000 и доменный цех. Сырье нагревается, плавится и в конечном счете текает в виде жидких капель в нижнюю часть доменной печи. Для большинства представителей из Норильска визит в Магнитогорск стал дебютным. Гости высоко оценили архитектуру города, поразились свободой площадей и количеством зеленых насаждений. Масштаб промышленного гиганта магнитки никого не оставил равнодушным. Сегодня, находясь на самом комбинате, я вижу, как все-таки руководители и работники относятся к культуре производства. Какая здесь чистота, какая здесь все-таки сама культура производства – это дорогого стоит. Участники делегации брали на карандаш нюансы проведения промышленной экскурсии. Их интересовало все до мелочей. Человек, который проводит экскурсию, он бывший производственник. Но сейчас он, прежде всего, человек, который обучает и преподает, то есть у него есть некоторая преемственность знания, он может на некоторые специфические вопросы ответить. По примеру, ПАУ ММК представители Норильска намерены проводить экскурсии по своим предприятиям на постоянной основе и качественном уровне. Мое предприятие – это Норильские теплицы. Скажем, если для… ну, наверное, у вас теплицы не представляют чего-то такого интересного, то за полярным кругом, где 9 месяцев в году лежит снег, вот это наподобие райского уголка. Многие люди вообще вживую не видели, как растут некоторые растения. И поэтому, с этой точки зрения, очень интересно им посмотреть. И вот мое предприятие, в том числе, организует такие экскурсии. Промышленный туризм, он шагает по стране, шагает по России. Да, мы в передовиках, да, мы готовы делиться опытом. Но и учиться самим – это тоже здорово. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВН. На шахте Чертинская-Коксовая компания ММК «Уголь», входящая в группу ПАО ММК, начала работу уникальный учебный полигон. На новой площадке шахтеры смогут с использованием реальной техники и современных цифровых технологий отрабатывать навыки работы с горно-шахтным оборудованием, подтверждать знания правил безопасной эксплуатации, а также технологии ремонта, монтажа и наладки различной техники. Начинающие работники будут доказывать на полигоне свои умения перед спуском в шахту, а опытные шахтеры проходить переподготовку. В компании ММК «Уголь» введен в строй учебный полигон, на котором шахтеры будут отрабатывать технику безопасности. Полигон построен на территории шахты Чертинская-Коксовая, одной из опасных по содержанию газа метана. Открытие уникального по оснащению объекта приурочили к 70-летию предприятия. Это первый полигон в Кузбассе. В Кузбассе больше ни у кого нет учебного полигона. Мы первые. Мы первые были по капсулам спасения, по капсулам перезарядки. Мы первые. И никто в это не верил. Мы сделали. Установка в шахте капсул спасения. Открытие эко-предприятий. Каждый год в компании вводятся новые объекты с применением передовых технологий. Буквально вчера мы были на экскурсии в шахте. И вот сегодня я уже, можно сказать, другими глазами смотрел на тренажеры, в том числе на VR-тренажеры. То есть то, что вчера я видел вживую. И здесь я вижу действительно прекрасный полигон, на котором можно вести подготовку людей. Побывать в нестандартной ситуации, почувствовать, что происходит при аварии. Такое стало возможно благодаря современным цифровым технологиям с элементами виртуальной реальности. Инновации здесь сочетаются с практикой. Учебные тренажеры, установленные на полигоне, мало чем отличаются от техники, которая работает под землей. Все заводится, двигается и максимально приближено к реальности. Я скажу, что я в хорошем смысле удивлен тому, что здесь происходит. Я знаю те инвестиции, которые вкладывались во все проекты, которые сегодня имеют место быть здесь, на ММК «Уголь». Поэтому я считаю, что компания развивается, развивается достаточно успешно. Поэтому считаю, что здесь и руководство правильную политику ведет. Люди – это главное, поэтому максимально необходимо сделать так, чтобы они работали спокойно, работали безопасно. Более тысячи горняков в год постигнут на полигоне науку безопасности. Опытные будут проходить переподготовку, а начинающие доказывать свою готовность спуститься в шахту. Человеческий фактор остается в числе частых причин аварий на угледобывающих предприятиях. И компания «ММК «Уголь» делает все возможное, чтобы его исключить. Готовы ли городские школы к новому учебному году, проверил лично глава города Сергей Берников. В рамках рабочего визита он посетил три учебных учреждения, прошел с первого до последнего этажа, заглянул в каждый кабинет, спортзал и столовую. Отмечу, что ежегодно город тратит порядка 500 миллионов рублей на ремонт и школ. Какие работы были проведены в этом году и остался ли доволен увиденным глава, выяснял наш корреспондент. Школа номер три на Московской была построена в 60-х годах. В ней в свое время учился нынешний глава города. Войдя в просторный отремонтированный холл, а затем пройдя по светлым коридорам, Сергей Берников остался в целом доволен. К сожалению, это здание начало меняться в лучшую сторону только в последнее время. Еще пару лет назад назвать красивым и современным его было крайне сложно. Ну да, вот небо и земля. Небо и земля. Но это радует. Было печально, когда я буквально два года назад в ней побывал, и она напоминала ровно ту, в которой я в ней учился. Сегодня, конечно, там произошли огромные изменения, мы будем продолжать ее менять. Необходимо, наверное, немножечко время, и в общем, уже школа совсем другая. В этом году на ремонт школа получила 4 миллиона 700 тысяч рублей. На эти деньги полностью отремонтировали первый этаж, заменили пол на керамогранит, провели инженерные сети, трубы горячего и холодного водоснабжения. Все санитарные узлы отремонтировали и обеспечили горячей водой. Впервые с 1965 года. Но, конечно, впереди еще много работ. Запланировали замену дверей учебных кабинетов, замену дверей межэтажных. И хотим продолжить ремонт второго и третьего этажей в таком же ключе, как и первый этаж. Немалая работа была проделана в многопрофильном лицее номер один. Глава посетил отделение для младшей школы. Сергею Бердникову показали отремонтированный спортивный зал. Провели по кабинетам с новой мебелью. Обновленными интерьерами может порадовать своих учеников и школа номер пять. За последние два года здесь полностью отремонтировали три этажа, потолок и стены. Также в классах и столовой появилась современная мебель. То, что школа может позволить себе приобрести чуть больше, чем все остальные, заслуга талантливых учителей и учеников. Скромно улыбается директор. Многое оборудование закупается на деньги от грантов, которые школа выигрывает. Но, конечно, совершенству нет предела. Нам надо вентиляционные шахты поменять, например, обновить крыльцо, первое, второе. Там спортивное оборудование, есть очень большие планы. Планы есть всегда, потому что, ну, сами понимаете, 800 с лишним детей. Развивается образование, развивается система образования. Хочется что-то новое, кроме того, чтобы поддержать в хорошем состоянии то, что уже есть. Напомню, в среднем на ремонт и школ город ежегодно выделяет порядка полумиллиарда рублей. В этом году массовые такие работы в школах, в садиках проходили замены санитарных комнат. Это 57 учреждений. На протяжении вот с 2018 года идет замена в том числе и заборов. Особенно учреждения первой категории, второй замена прошла. И если брать с 2018 года, то 80 объектов уже заменены. Поэтому эта работа продолжается. Также замена асфальтового покрытия идет. В прошлом году 32 учреждения, в этом году 23. Основные работы также это и спортивные залы, спортивные площадки, ремонты ведутся, рекреации, пищеблоки. Большой объем был проведен в учреждениях по замене мебели. По словам главы, сегодня главная задача убрать в школах вторую смену. В планах построить в городе еще два больших учреждения. Юлия Черешнева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ. К другим темам. Участвовали в научных экспериментах, получали подарки и порции счастья. В преддверии 1 сентября благотворительный фонд «Металлург» организовал для первоклассников большой праздник. Один прошел в стенах торгового центра «Джазмолл», другой – около Дворца культуры «Металлургов» имени Сергороджи Никидзе. Чем запомнятся детворе праздник, узнавала наша съемочная группа. В научной лаборатории настоящий переполох. Юные ученые вместе с доктором проводят интересные эксперименты. Варят кашу из мыльных пузырей и делают газировку со вкусом кактуса. 1 сентября! Их главные эксперименты еще впереди. А пока они с удовольствием участвуют в шоу, получают свою порцию счастья и, конечно, подарки, которые для каждого ребенка индивидуально подготовил благотворительный фонд «Металлург». Я хотел очень сильно этот рюкзак, чтобы пойти с ним в школу. Что ты будешь туда складывать? Ну, книжки, тетрадки, пеналы, кардаши, ручки. Бумага. Цветная бумага. Одежда какая-то. Нужно, чтобы кому-то звонить. Яркий познавательный праздник для первоклассников благотворительный фонд «Металлург» организовал в рамках реализации программы «Семицветий», которая направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря ей фонде оказывают различную помощь семьям со школьниками, состоящим на учете в фонде. Это тоже не единственное мероприятие. С ними также была организована поездка загородная, где они смогли посетить и зоопарк, хорошо провести время. Погода этому способствовала. Также детки пойдут в Буратино на спектакль. Все школьники получили по три тысячи к новому учебному году. И, конечно же, это мы можем делать все благодаря нашим основным благотворителям. Самым крупным является Магнитогорский металлургический комбинат. Это предприятие, на котором очень ответственно относятся вообще к семейному воспитанию и в том числе, конечно, к поддержке семьи с детками особенными. Спасибо, что устраивают такие замечательные праздники и дарят подарки. Мы хотим поблагодарить фонд «Металлург» за такую поддержку, которую оказывает нашим детям, нашим семьям. Большой праздник состоялся и у Дворца культуры Металлургов Раджиникиидзе там прошел парад первоклассников из многодетных семей. Без пяти минут школьники дали клятву исправно посещать уроки, а также загадали желание и отпустили в небо воздушные шары. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». Профсоюзный комитет группы ПАО ММК накануне Дня Знаний устроил в Экопарке праздник для будущих первоклассников. Мероприятие подобного масштаба было организовано впервые. Оно собрало около пяти тысяч участников. Зарядилась хорошим настроением и наша съемочная группа. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Это касается и года учебного. Хорошее настроение будущим первоклассникам накануне было обеспечено в экологическом парке. 1 сентября за партой сядут более двух с половиной тысяч детей членов профсоюза группы ММК. Ну хочется сделать что-нибудь приятное, а то сплошные ограничения были последние годы. А здесь такой большой праздник, такое большое количество ребятишек. Погода благоприятствует. Как всегда у нас парки-магнитки на высоте. Спасибо администрации города за представленную территорию. Поэтому наша главная цель, чтобы члены профсоюза и их дети видели, что они заботятся, что их никогда не забывают и что дети наше будущее. Мальчишки и девчонки, а также их родители. В парке на праздник собралось около пяти тысяч человек и каждый мог найти что-то для себя. Кто-то наслаждался концертом и попевал творческим коллективом, другим делали аквагримом мейкап. Третьи примеряли на себя роль Робина в годов и стреляли из лука. И еще огромное число активностей. Дарцы и оригами, шоу мыльных пузырей, веселые старты, добавляли антуражи и ростовые куклы. Хорошее настроение, самое важное, что может получить ребенок накануне первого похода в школу. Обучение для них пока пора по умной таинству и чудес. Готовилась как-то в школе? Расскажи, как. Да, я купила все, что надо для школы. Как думаешь, как учиться? На пятерке. Я вот в школьной поре очень сильно жду. Я хочу учиться только на пятерке и четверке. Я вот что от школы только жду и все. Читать, писать, книги читать. Чтоб становиться умнее и получать пятерки. Ну а чтобы получать хорошие оценки было приятнее, каждый первоклассник, чьи родители являются членами профсоюза, получили полезные подарки. Павел Бресенев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Приобрести обновку, сэкономив семейный бюджет, предлагают на выставке верхней одежды и обуви мировых фабрик. Она открылась в торговом центре «Славянский». Для покупателей действуют приятные предложения. Приобрести кожаные изделия можно со скидкой до 70%. С ассортиментом ознакомилась наша съемочная группа. Выставку верхней одежды несложно найти. Она расположилась на первом этаже торгового центра «Славянский». Здесь в большом ассортименте представлены финские куртки, а также белорусская обувь. И все можно приобрести по приемлемым ценам. На данной выставке представлены кожаные верхние одежды мирового бренда от 42-го до 74-го размера. Есть уникальная возможность приобрести как и женские, так и мужские. Демисезонные кожаные куртки со скидкой 70%. На выбор прекрасной половине разных цветов и размеров плащи и куртки. В такой одежде будет комфортно даже в дождь. Водоотталкивающая пропитка не позволит в плохой погоде застать вас врасплох, нарушить планы и испортить настроение. Куртка из натуральной телячьей кожи с гипоаллергенным подкладом. Также имеется двойная фиксация замков, то есть они двуразмерные. Регулировка рукава, также имеется двойной трампрокрас и влагоотталкивающая пропитка. Отличный вариант на сезон дождей и ветров. Также имеется капюшон. В ассортименте есть и мужские кожаные куртки, стильные и практичные. Например, куртка-пилот из телячьей кожи может стать незаменимым предметом в кардиробе. С гипоаллергенным подкладом имеется ХБ-манжет. Два кармана на груди, два основных также имеются внутри. Влагоотталкивающей пропиткой, полностью влагостойкая. Отлично подойдет, например, если вы водите автомобиль. Впрочем, покупатели могут приобрести не только верхнюю одежду, но и обувь. Причем как на взрослых, так и на детей. Кожаные туфли, босоножки, балетки, кеды и многое другое. Практически все по фиксированной цене. Ботинки, туфли на ортопедической основе из натуральной телячьей кожи с увеличенной полнотой. Внутри имеется флиз, то есть это демисезонная модель весна-осень. Также каучука полиуретановая подошва, которая очень мягкая, хорошо амортизирует, при этом не лопается, не трескается от перепада температур. Посетить выставку и совершить покупку горожане могут до 4 сентября включительно. Двери открыты ежедневно с 10 утра и до 8 часов вечера. Приглашаем всех жителей и гостей города Магнитогорска на данную выставку верхней одежды и обувь. О новостях спорта через несколько секунд. 1 сентября стартует юбилейный 15 сезон континентальной хоккейной лиги. По многолетней традиции в матче за Кубок Открытия встретятся финалисты прошлого плей-офф – ЦСКА и Металлург. В преддверии вылета в Москву магнитогорская команда провела открытую тренировку для журналистов, на которой побывал и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Предсезонка Металлурга этим летом получилась не самой длинной в истории, но одной из самых плотных. После серьезных сборов в Минске с трехразовыми тренировками, команда за 19 дней приняла участие в трех турнирах и сыграла 9 матчей. Испробовала много молодежи, которая себя уже неплохо зарекомендовала. Исключить мелкие травмы, которые были при подготовке, но они мелкие, больших нет. Я думаю, задачи будут выполнены с надеждой на то, что маленький шаг, что они сделали в прошлом году, надо доделать. Молодежи в тренировочном лагере команды действительно было как никогда много. И речь больше не о количестве ребят, а об игровом времени, которое им досталось, и о разнообразных ролях. Молодые игроки выходили в меньшинстве и большинстве в связках друг с другом и в сочетаниях с более опытными партнерами. С пацанами больше у нас на скорости передач, а с кем постарше ребятами, там уже больше борьбы, там уже сила нужна. Костяк сохранился, и в такой команде, да и в принципе, наверное, в любой, но которая хочет завоевать самое высокое место, то все со всеми должны уметь играть. Одним из неприятных наблюдений предсезонки было то, как порой неоправданно жестко действовали игроки соперников. Причем особенное рвение. Некоторые демонстрировали как раз против молодых ребят. Все равно я как бы стараюсь избегать, потому что там неизвестно, что у человека там бежит, какое у него намерение любого другого пойти сломать, поэтому надо все равно стараться, если есть момент уходить, а так в принципе, ну бьют и бьют, я держу удар. Держать удар, как в прямом, так и в фигуральном смысле, метаургу в грядущем чемпионате придется не раз. КХЛ, несмотря на массовый отъезд европейских игроков, не стало слабее, и конкуренция на Востоке будет еще серьезнее, чем в прошлом сезоне. Каждый год говорят, что будет, ну как мы видим, что в основном одна-две команды меняются, остальные все так же сильные остаются, так что религия как была сильной, так и осталась. К новым сложностям, увеличению стоимости перелетов, проживания и экипировки Магнитогорский клуб готов. Бюджет сверстан и предусматривает дополнительные расходы. Возможно, на ход сезона повлияет и очередная атака коронавируса, о котором некоторые за последние месяцы успели благополучно забыть. Мне кажется, наверное, процентов 90 внесет свои изменения, новая волна, но мы, в принципе, готовы, все системы отработаны, поведение, меры профилактики, в общем-то, я не вижу проблем. Уже в среду «Металлург» отправится в Москву, где 1 сентября проведет матч за Кубок Открытия против ЦСКА. Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok